приехали в Балканский и вы знаете тут фудкорт как бы сейчас вам покажу да я просто поняла что я не могу тут есть во-первых тут на фудкорте душно очень во вторых вот этот вид еды вот этой вот меня просто убивает сейчас короче картошку фри возьмем но это максимально то что я считаю безопасно и поедем в буше сидеть в буше мне нравится я в буше доверяю там хоть подороже чем фудкорт но лучше съесть мало но получше ребенку вообще не знаю что взять конечно есть супы какие-то да например пюре хитом ну с котлетами но нет суши даже когда в ленте покупаю это как бы сказать ну лучше отношусь чем тут что-то тут такое отталкивает даже не знаю что так мы пришли в в буше вот что мы взяли большой кофе пироженку и вот такую овощную пиццу скажем так и на 790 и я это конечно дорого дорого ничего не сделаешь да когда ты на отдыхе я же копила всю зиму копила ребятки за окном идет дождь он все под зонтиками идут такой нормальный дождь идет мы слава богу успели приехать нормально так ну зайки скажу честно это не было вкусно особо и это было дорого конечно в 790 рублей блин пироженка какая-то запеканка и кофе большой до 790 рублей для меня это дорого да ну это понятно что для псковича обычного это дорого но я обычно когда приезжаю в питер я люблю так это шакануть типа вот но вкусно особо не было скажем так я когда кушал я понимала что качественно да но как правило то что такое качественное она не очень вкусно вкусное то что такое типа вредная вот но вот поела сейчас да и наелась даже вот это пирожное ну ребенок выбрал его я бы его честно говоря такое не купила а ей понравилось то что с малиной думаю раз выбрала значит надо купить вот но это было лишнее сладкое прям съела и прям прям чувствую такой приторный вкус такой внутри прям такой знаете отвращение считаю короче все на этом все вечером максимум что можно съесть перед сном так это яблочко я думала может заехать в ленту не не максим максимум яблочко и все и до утра просто потому что тяжело уже уже чувствую тяжесть вот это вот в принципе я обычно знаете я по жизни такой человек я очень экономный человек я вам уже говорила что я абсолютно не стесняюсь говорить об этом да о том что я экономлю деньги и здесь даже дело не в деньгах а просто у меня такой характер я я анальница анальница да анальники это те кто любит удерживать удерживать какашечку да вот они к денежкам так относятся на сколько бы мне по жизни денежек не было я очень экономный человек но но я могу вот так вот приехать питер и пойти туда кушать что мне не совсем по карману я могу купить дорогой телефон и наслаждаться им я могу купить дорогой компьютер да и наслаждаться им это как раз недавно мужу говорю сижу за макбуком и говорю мужа слушай говорю какой кайф нажимать на эти кнопочки ребят это вот и правда кто хулит продукцию apple да считаю что это деньги на ветер на ребятки когда ты нажимаешь по этим кнопочкам это такое удовольствие я не знаю и знаете вот если вы мужчина если вы мужчина представьте что вы прикасаетесь ну какие ощущения до испытываете когда вы прикасаетесь к молодой чувственной красивой женской груди вот примерно такие же наверное ощущения я испытываю когда я нажимаю вот эти кнопочки макбука ребят что они заразы в apple там как они это все делают как они это испытывают но я правда говорю это просто оргазмическое удовольствие когда ты нажимаешь по этим кнопочкам то же самое с телефоном да когда ты пользуешься айфоном ты берешь его в руки и думаешь господи господи ну вот ну вот как вот вот все подходит понимаете вот это 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 супер это супер а вот но все в целом я по жизни человек очень экономный и что я хочу сказать мне абсолютно не стыдно в этом ска об этом говорить о том что например например вот сейчас я ела вот это да запеканку ребенок мне сказал мама я не хочу то есть и у него вот это тошнотворный рефлекс мы не купили картошку фри на фудкорте и вот она сейчас сидит и ест эту в картошку фри с кетчупом который я заранее подготовила и взяла из пскова наполнила маленькую такую мензурочку чтобы не не переплачивать здесь чтоб не покупать его на фудкорте за 50 рублей вот эту вот маленькую штучку вот до такой степени я человек экономный то есть я это просчитываю заранее да и например у меня уже приготовлена тоже мензурочка маленькая у нас завтра будет шведский стол завтрак в отеле и там тоже будет кетчуп на розлив и я там тоже немножечко в эту мензурочку положу кетчупа чтобы мало ли если мы где-то будем кушать я уже был кетчуп чтобы мне не покупают не платить 50 рублей да и я об этом не стыжусь говорить это с очень важный момент я не стыжусь об этом говорить потому что это я мне так нравится мне так жить нравится и это вот сейчас для вас на многих да ну не урок не урок а модель поведения ну как 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 научиться да ну я не знаю как научиться надо просто принять себя принять себя таким какой ты есть и никакого стыда не должно быть ни перед кем да там вот я помню когда я iphone купила мне там многие писали да там прям нищебродка iphone купила ни в коем случае вы не должны стыдиться себя своего образа жизни если вам так нравится жить живите если вы не нарушаете закон вы не причиняете зло другим людям вы имеете право жить так как вы считаете нужен как вам нравится вот это самый важный момент самые важные составляющие физического и психического здоровья да и тогда у вас все будет хорошо если вы будете принимать себя быть собой у вас все будет хорошо представляете сейчас ко мне подошел а паренек который но обслуживая да здесь разносят спросил что у меня за микрофон я ему все рассказала самсон микрофон зашли в моде су всякие такие крайне в моде с господи катон вот такие красивые наряды это мы сейчас из модиса идем из там детском обычно закупаемся блин цена так подросли чувствуете у меня уже голос ну язык заворачиваться я уже не могу говорить я устал 9 часов вечера а мы тут таскаемся уже язык заплетается от усталости линда уже устала принц она конечно пипец я вообще ничего и покупать не собираюсь у меня шматья много я вообще вообще все решила что ничего не собираюсь покупать уже буду носить то что есть такие интересные до расцветки нынче в моде всякие разные он пестрые а лет это нету ладно знаете все синтетика синтетика неприятная такая тела вот ребенку тоже вещи закупили время но пипец но дорого но дорого на 2000 раньше я думаю дешевле тоже самое можно было купить на процентов 30 а сейчас очень дорого все это дело заинка иди сюда не у меня нет желания шмотки смотреть правда вот мне сейчас как-то вообще-то неинтересно так хожу и понимаю что-то нафига не нужны вот что есть то и нашу вот даже вот деньги на тратить вообще не хочется на шматью потому что шматью есть а нафига она еще надо если ты любишь к от штаны хорошие и таки хотела широкие такие сколько они стоят 649 рублей не вот это класс вот этого я бы хотела можешь померить короче мы приехали в отель и мы все промокли мы садились на балканском на купчины короче все было нормально закат солнышко садится приезжаем на балтийску на балтийский вокзал а тут ливий льет ночью пришлось ехать пришлось самокат одеть пакет до ребенок стоит на самокате я везу и сверху держу на дне зонтик естественно я вся промокла у меня у меня очень сильно промок рюкзак сейчас надо его сушить тоже он весь насквозь мокрый кроссовки промокли свитер промок вот я сушу хорошо тут сушилка хорошая электрическая куртка тоже куртку надо сушить но она высохнет она быстро сохнет она до утра высохнет ребенок то весь сухой я вся мокрая пипец ребят он все шмотки выложила не знаю что завтра будет вообще не ожидалось такого ливня вот не ожидалось ну не знаю что завтра будем делать ну короче пипец злющие вообще смотрите была футболка взята запасная старая но на старая я ее чисто найти нашу так дома короче пришлось вот вытирать потому что это самое важное колесо здесь как бы батарея пришлось футболкой все это вытирать сушить он должен сохнуть утра пускай он стоит я его даже заряжать не буду потому что должен обсох надеюсь все нормально будет ребят это вообще что-то просто что-то в балканском походили по магазинам цены на шмотки у меня муж еще попросил посмотреть дешевых футболок цены на футболки от 700 рублей начинаются если в прошлый раз я два месяца назад ему покупала футболки по 100 по 200 рублей ребят нью-йоркере то сегодня цены на футболки от 700 рублей и вообще все шмотки это это так дорого я сейчас кристину мотиватор смотрела из сша из калифорния она говорит типа я решила что я не буду больше тратить деньги на шмотки я тоже решила я уже давно решила что все одежда которыми есть я не буду носить она от меня любимая хорошая качественная то что продают сейчас он подходишь смотришь кофточка 2000 синтетика просто синтетика горимая штаны и две-три тысячи синтетика ну просто короче капец ребят цены вообще если раньше вот балканском там были ну типа нью-йоркер как сток да ну то сейчас это вообще пипец то вообще там цены такие же как галерея вот я ребенку купила сейчас покажу что я купила на 2000 ребят это еще со скидками по акции я еще стояла все проверяла чтоб на вайлберс было ну как бы ну то есть я с выгоды купила там то что я выбрала магазине и я увидела на вайлберс там подешевле я не стала там покупать вот короче купила штаны на штаны модные что на классные лосины одни модные лосины вторые с единорожками тут на такие вот и кофточка и вот это все вышло на 2000 рублей ребят 2000 рублей твою-то мать а раньше бы это вышло намного дешевле вот так вот кошмар ребят но и цены ну и цены